здравствуйте ну что ж нет все таки на самом деле мы живем крайне интересные времена причем настолько веселые забавные что не знаешь куда деваться но сегодня вообще просто честно говоря замучили до такой степени замучили что даже не дают послушать но в альбом тут безобразие полное но как говорится обо всем по порядку а у нас всего очень много ну давайте начнем с самого простого то сказать а чему происходило на самом деле с самого утра на валютном рынке вроде тихо спокойно потом раз фунт пошел вниз все причем как по учебнику выходит инфляция она оказывается снизилась все замечательно все отлично фунт дешевеет вы мне только одно объясните а почему вчера когда выходила инфляция в среда штатах происходило все несколько иначе почему в одном случае так в другом случае иначе или там везде разные трейдеры работают одни знакомы с экономическими законами а другие они вообще никогда не слышали как-то непонятно конечно добавляет некой неопределенности непредсказуемость во все происходящее тем не менее затем как-то рынок немножечко успокоился хотя например выходит данные по промышленному производству в европе до темпы спаду которого замедлились точнее ну да замедлились темпы спада с минус двух и двух до одного и пяти процентов чуть хуже чем ожидали но как бы динамика все равно положительный рынок не реагирует отлично а потом выходят данные штатов цены производителей они выросли с одного и одного до одного трех процентов рынке опять стоят что такое непонятно и буквально через час после этого доллар начинает активно дешеветь евро прям так заметно двигается наверх фунт пытается отыграть свои потери из-за инфляции что такое почему а тут оказывается проснулись штаты и самые честные и транспарентные я правда постоянно путаюсь что же под этим словом подразумевают но мне кажется учитывая как часто его используют говорящие тоже не понимают значение этого слова ну короче самые честные эти как транспарентные сми раструбили что вот сегодня же соглашение подписываю точнее первую фазу соглашения между китаем и соединенными штатами того самого торгового соглашения все сразу вспомнили о нем взбудоражились неизвестно какие положения же ведь детали общее положение одно знаю что пошлины тарифы и прочее останутся неизменными ну как минимум до переизбрания дональда трампа тем не менее как то есть непонятки а что что будет тогда решаю соответственно доллар на этом фоне начал решить людям напомнили что сегодня еще такое событие будет происходить крайне любопытное вообще давайте остановимся немножко на этом событии вот хорошо подписывают они во-первых не соглашение а по сути дела это некий меморандум фиксирующий те положения которые мешают дальнейшему переговорному процессу чтобы отложить их в сторону идти дальше двигаться в правильном направлении а потом вернуться к ним уже в лучшие времена логично на самом деле нормальная позиция тем не менее меня удивили ряд средств массовой информации которые стали активно рассуждать на тему того что данное соглашение является губительным для китайской экономики вы про что вся эта эпопея была затеяна дональдом трампом для того чтобы изменить баланс торговли между китаем и сша все эти тарифы пошлины и так далее к чему они привели они привели к тому что до чуть чуть подорожал китайские товары на американском рынке да китайские компании чуть потеряли некую долю небольшую на американском рынке а американские компании мы они в общем то так и не хвастаются хорошими результатами на китайском рынке то что они все равно дороже чем китайские товары плюс там тоже есть свои протекционистские меры в китае то есть по сути дела результата ноль и если сейчас трамп г все ребят больше мы пока вот этот вопрос не трогаем получается ситуация не меняется они не добиваются того чего хотели то есть по факту фиксация вот этих положений по пошлинам торговым барьером и так далее это на пользу китаю да не не одномоментно он где-то среднесрочной долгосрочной перспективе картинка не меняется да трамп хотел изменить течение гольф стрима скажем так но уже не титан не полубог он не смог этого сделать поэтому по факту на самом-то деле соглашение как раз на руку китаю его подписание скорее всего придет к тому что долл будет дешеветь немного но это будет видно уже позже конце концов надо дождаться торжественного подписания этого соглашения и его публикации полного текста но тут произошли крайне любопытные события у нас с вами дома ну наш президент путин вышел с посланием предложил провести конституционную реформу причем только через референдум довольно любопытно и тут же у нас правительство подают в отставку все забеспокоит как так что такое да нормально все вполне логично в рамках те предложения которые сделал владимир путин но самое интересное рубль то рубль стоит на месте ничего он по барабану все это дело это вполне логично тут мне недавно задали вопрос буквально несколько минут назад раз правительство ушло в отставку это же значит что и цб нет банк россии у нас не относится правительство вообще никак соответственно все руководство банка россии остается на месте продолжает вести ровно ту же самую политику в этом плане ничего не меняется соответственно для рубля вот эти все тела движения вообще никак не интересны они ему поэтому пока что рубль будет стоять там же где и стоит при этом если честно особых поводов для его ослабления сейчас кроме как монетарная политика банка россии которую мы скоро будем видеть новые и так сказать ипостаси ну имеется дальнейшее снижение ключевой ставки а также банальная перекупленность рубля все таки будут играть свою роль но это вопрос не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня а что же нас на самом то деле с вами ждут завтра ну во первых все будут внимательно читать текст соглашения между китаем и сша хотя сомневаюсь что все и внимательно наверное внимательного лишь немногие прочитают но это будет посмотрим по реакции так сказать тем не менее для штатов завтра в любом случае есть такой прям маленький негативчик там публикуются данные по розничным продажам ну как раз в пику вот этим всем разговорам про торговлю таможенные пошлина к же торговля то в самих штатах происходит темпы роста должны снизиться как говорится и так плохо так что у доллара честно говоря завтра весь день по хорошему то не будет поводу для роста но об этом мы посмотрим уже завтра а так до новых встреч и удачи